Нужно ли менять загранпаспорт при смене фамилии? Загранпаспорт – это крайне важный документ для тех слоев населения, чья жизнь периодически связана с поездками за рубеж. Именно в это удостоверение личности проставляются все отметки о пересечении границы как в РФ, так и в иностранных государствах. Многие задаются вопросом, а нужно ли менять загранпаспорт при смене фамилии, действительно, ведь когда люди меняют фамилию по браку или при наступлении в их жизни иных событий, они обязаны сменить большинство. Своих личных документов, так как они теряют свою актуальность. Но мало кто знает, что происходит с ПК гражданина РФ при наступлении этих событий. Когда требуется заменить загранпаспорт, главный документ гражданина, выезжающего за рубеж, необходимо менять при наступлении следующих ситуаций. Лица, часто пересекающие границу нашей страны, получают соответствующий штамп в чистые страницы заграна. Кроме этого, многие страны требуют от граждан РФ получения визы для правонахождения на территории этих государств и данные разрешения, также вклеиваются в документ. Часто это приводит к тому, что в паспорте не остается чистых страниц для проведения визовых и пограничных процедур, что делает его, недействительным, и документ подлежит замене. По истечению срока его действия, через пять лет, для старого образца, или через десять лет, для документа с биометрическими данными, после. Его выдачи в случае, если не наступили другие причины его замены. В случае, если документ утрачен или испорчен любым из возможных способов. Так, в туристической поездке в тропические страны есть высокая вероятность попасть под ливень за граном в кармане, а также где-нибудь. В аэропорту его могут легко украсть, что часто и случается, и документ подлежит немедленной замене. Следует заметить, что при частом использовании документ может потерять свой первоначальный вид и стать ветхим, что также служит поводом, для получения нового документа. Нужно ли менять загранпаспорт после замужества, если гражданин меняет фамилию, заграничный паспорт, согласно закону, остается действительным, но все-таки его следует заменить так, как данные в нем не будут корреспондироваться со сведениями в остальных документах и, если где-нибудь на границе, служащий потребует предъявить любые другие документы, могут возникнуть недоразумения. Получить же шенгенскую или американскую визу, если в двух удостоверениях личности, принадлежащих одному и тому же человеку, стоят. Разные фамилии, практически невозможно. Последнее, если гражданин в течение пяти или десятилетнего срока действия документа сильно изменил свою внешность и стал неузнаваем по фотографии. В документе, удостоверяющем личность, то загран также следует поменять. Перемена фамилии после замужества. Важно! В общих случаях, документ для зарубежных поездок мало чем отличается от других идентификаторов граждан нашей страны, и для него действуют. Все те же требования по замене, что и для остальных документов. Период активности заграна после смены личных данных. Законодательство нашей страны регламентирует скорейшую замену только тех документов, которые гражданин обязан иметь по закону. К ним относятся только основное удостоверение личности поданного страной. Однако остальные бумаги, например, водительское удостоверение, СНИЛС и тот же загранпаспорт не имеют строго установленного срока по замене. С одной стороны, это сильно облегает жизнь населения в том, что не надо кидаться во все госучреждения или МФЦ для смены документов. Но, у этой медали есть и обратная сторона. Все необязательные документы рано или поздно могут быть проверены сотрудниками гослужб, если данные в них не совпадают с общегражданским паспортом, они приравниваются к недействительным документам. Это означает, что при проверке вуинспектором ГИБДД, при приеме на работу или при срочной необходимости получения визы в какую-либо, из европейских стран, в предоставлении услуги может быть отказано как неидентифицированному лицу. Портал Госуслуг. За то же время, ни одни документ гражданина не может быть заменен быстрее паспорта, подлежащего, в свою очередь, заменив течение первого месяца после замужества или женитьбы. В данном случае, если в жизни гражданина намечаются какие-либо мероприятия, связанные с отдыхом, учебой или работой за границей, загран, следует заменить сразу после обретения нового удостоверения личности. И тут следует помнить, что на его изготовление, как правило, уходит около 30 дней. Порядок замены загран паспорта после смены фамилии. Для того, чтобы получить новый загран при смене фамилии, гражданин обязан обратиться в территориальный отдел УФМС или МФЦ, при наличии. Учреждение в его городе, и предъявить следующий пакет документов, требуемых при оказании услуги. Анкета заявления, заполненная в соответствии с утвержденным на законодательном уровне образцом на специализированном бланке, который можно скачать здесь. Три фото заявителя в соответствии с требованиями УФМС, представленными по ссылке. В случае, если получается загран нового образца, для его оформления достаточно два фото, старый загран, утративший свое действие в связи с замужеством или распадом семьи. Подлинник удостоверения личности поданного РФ для предъявления и его качественная копия для архива ведомства. Копия всех страниц трудовой книжки, заверенных работодателем, а также перечень мест трудоустройства гражданина, включая образовательное. Заведение, необходимо для проверки причастности к гастайне или иным сведениям под грифом «Секретно». Документ, подтверждающий причину смены фамилии, свидетельство о заключении брачного союза. В отдельных случаях новый документ получают наоборот, в связи с расторжением брачных УЗ, на что также должна иметься соответствующая официальная бумага. Платежное поручение, подтверждающее внесение обязательной пошлины, направленной на оплату госуслуги в соответствии с выбранным типом. Документы и возрастом заявителя. Если документ меняет мужчина, то для миграционной службы требуется военный билет, приписное свидетельство, а также данные из военно-учетного стола предприятия работодателя, региональное отделение УФМС, важно. Тенденция последних лет говорит о том, что граждане имеют право не приносить с собой фотографии, так как в МФЦ или в миграционке. Их делают уполномоченные сотрудники при наличии в учреждении соответствующего оборудования для фотографирования и последующей обработки снимков, так как большое количество граждан не могут выдержать всех требований ведомства. Правила заполнения анкеты заявления. Основной документ, являющийся основанием для получения нового загранпаспорта, это вопросник, заполняемый при помощи ПК или от руки, шариковой ручкой синего или черного цвета, прибегая к следующим нюансам. В документе обязательно нужно отобразить факт смены личных данных, вне зависимости от того, кто подвергался изменением персоналей, один из супругов или их дети. При заполнении вопросника на обретение 10-летнего документа, в графе 1 вопросника стоит вопрос, когда заявителя просят дать информацию о смене фамилии, имени или отчества. В данном поле необходимо записать лишь чич. ММГКГ к изменении предыдущие личные данные, указанные в старых документах. Следует учесть, что для этих данных в анкете отводятся сразу два строки, и если изменений было несколько, необходимо расписать каждое, и постараться уместиться на этих двух полях. В случае, если соискатель претендует на загран старого образца, он должен вписать те же данные, но уже в графе 5 анкеты. Кроме того, вопросник должен содержать внятный ответ от сменившего фамилию гражданина, обретает ли он загран впервые или меняет его. Как раз в связи со сменой персоналей, от выбранного ответа зависит характер проверки предоставленных данных и различных характеристик соискателя. Важно, вопросник должен быть заполнен без каких-либо ошибок и строго в соответствии с образцом. В случае выявления каких-либо неточностей или нестыковок, а также исправлений при оформлении от руки, в получении документ будет отказано. Также не допускается указание каких-либо ложных данных, которые все равно вскроются при проверке заявления, а подобные методы могут не только повлечь за собой отказ в предоставлении документа, но гражданин может быть привлечен к административной или даже уголовной ответственности. Вопросник для замены ПК, следует учесть, что для активных пользователей ПК предлагается альтернативное заполнение анкеты онлайн с использованием информационного портала госуслуги. Так, для всех авторизованных в системе пользователей, имеющих активированные логины и пароли, доступен вход в личный кабинет. Граждане могут выбрать в меню портала интересующую услугу по смене заграна после свадьбы или развода и воспользовавшись удобной интерактивной формой, выполнить безупречно оформленное заявление, поэтапно заполняя поле с подсказками. После этого генерируется сам документ, прикрепляются сканы необходимых документов, оплачивается требуемая пошлина, и запрос отправляется в УФМС на обработку. Эта же система даст уведомление гражданину по завершению услуги, когда он может явиться сначала на проведение процедуры дактилоскопии, а затем, на получение готового документа. Государственные расценки на замену загранпаспорта. Сколько стоит смена загранпаспорта после замужества? Разумеется, услуга по смене практически любого документа не является для граждан бесплатной. Стоимость ее выражается в госпошлине, размер которой зависит от сложности изготовления документа и численности человеческого ресурса, требуемого для сбора и проверки всей информации. Так, размер пошлины, актуальный на август 2018 года составляет документ, содержащий в себе данные дактилоскопического сканирования, и иные биометрические сведения, подлежащие регистрации при помощи специально оборудованного чипа, помещаемого на главном развороте документа, стоит 5,0 тысячи рук, для всех граждан РФ, имеющих гражданское удостоверение личности и достигших 14-летнего возраста. Тот же загран, но выдаваемый ребенку до 14 лет, стоит в двух раза дешевле или 2,5 тысячи, руб, однако, на срок действия его пониженная стоимость не влияет. В связи с этим, рекомендуется произвести замену заграна для ребенка до достижения этого возраста, например, в 13,5 лет. И в данном случае, срок его действия будет продлен до 23,5 лет, при условии, что гражданин останется узнаваем по фото. Если же внешность сильно поменяется, то документ, конечно, придется сменить повторно. В случае, если гражданин претендует на ПК старого образца, выдаваемый по упрощенной схеме сроком на 5 лет, госпошлина на него составит 2,0 тысячи. Руб, тоже, но для ребенка, не достигшего 14-летнего рубежа, 1,0 тысячи рублей. Оплата госпошлины, важна. Если граждане РФ не имеют достаточно времени для самостоятельного прохождения процедуры, они обращаются в действующие во всех регионах. В нашей стране коммерческие компании, выступающие в качестве агентов по оказанию помощи в обретении нового или смене заграна для них. В таком случае к официальной пошлине будет добавлен повышающий коэффициент в зависимости от внутренних расценок данной организации. А также, наличие дополнительных опций в виде доставки готового документа курьером или ускорения процедуры вплоть до одного, трех суток с момента подачи заявления. Кроме того, эти конторы помогают с корректным оформлением анкеты и гарантируют их приемку специалистами УФМС. Сроки замены документа для граждан. Как уже сказано выше, замена загранпаспорта при смене фамилии происходит в миграционной службе, и срок предоставления услуги сильно. Варьируется в зависимости от того, в каком статусе в данном регионе пребывает заявитель. Так, если человек постоянно прописан в районе, где подразумевается прохождение процедуры, на общих основаниях срок обретения нового. Документы не превысят 30 суток. Если же гражданин проживает на территории данного субъекта федерации в статусе временно зарегистрированного гражданина, период времени. Может увеличиться вдвое в связи с необходимостью поддержания связи с головным учреждением в родном регионе проживания лица. МФЦ. Отдельная ситуация касается тех лиц, которые состоят на госслужбе и допущены каким-либо секретным сведениям. Эти граждане будут подвергаться многоуровневой проверке спецслужбами страны и срок замены документа для них может превысить 90 суток. Законодательством нашей страны допускается ускорение срока выдачи документа, если имеются веские основания, например, если у гражданина. За границей проживает родственник, который внезапно тяжело заболел, попал в чрезвычайную ситуацию или скончался. В таких экстремальных ситуациях физлицео составляет ходатайство в свободной форме на имя руководителя территориальной службы УФМС. Просьбой поспособствовать ему в сложившейся ситуации. Так, у сотрудников ведомства имеется техническая возможность выдать документ в течение одного-двух суток с момента получения команды о срочном его изготовлении.